Привет, ребята! Спасибо, что зашли на мой канал. Меня зовут Дарья и в этом видео мы поговорим о том, как можно увеличить губы за 3 минуты без уколов. Все, что нам понадобится, это просто карандаш для губ, ну и еще, возможно, матовая помада. Карандаш для губ лучше всего брать матовый, так как он прорисует аккуратно и натурально ваш контур, при этом не будет видно перехода от вашего натурального контура, немного к которому вы уже нарисовали. Если вы возьмете сатиновый какой-то карандаш для губ, то, конечно же, этот контур будет очень сильно заметен, поэтому даже помаду сатиновую, либо же какую-то такую влажную, не рекомендуется использовать, если вы хотите визуально увеличить себе губы. Я не говорю о том, что вы должны увеличить их кардинально из тоненьких губ до вот такого вот размера, конечно же, нет. Максимум это вы можете приподнять на 2 мм, это просто максимум, потому что все остальное будет очень сильно заметно. С помощью макияжа, конечно же, мы можем сконтурировать себе лицо, так же, как я вот говорю, изменить форму губ, либо же увеличить немного губы визуально. Почему мы к этому прибегаем? Потому что, наверное, это мгновение модой. Что же нам нужно для того, чтобы красиво оформить свои губки? Это, конечно же, нам нужен матовый карандашик. У меня от Art Deco, он уже такой маленький, потому что он быстро стачивается, из-за того, что он мягенький. Он мягенький, но при этом он не растекается, он водостойкий и очень долго держится на моих губах. Первое, что нужно нам сделать, это, конечно же, делать скраб нашим губкам. Можно заморочиться, сделать сахар, мед и все такое. Я, конечно, не сильно заморачивалась, чтобы быстро-быстро, это зубная щетка, поэтому мы отшелушиваем оригавершую кожицу. Потом просто наносим либо бальзамчик, либо вазелин, я не знаю, у кого как, кто как любит. Вот, но обязательно перед тем уже, когда вы будете наносить карандашик, нужно вытереть бальзам, чтобы губы не были влажными, чтобы карандашик ложился ровно. Как я уже говорила, увеличивать мы будем аккуратненько. Что это означает? Это означает, что мы не должны увеличивать отсюда очень много, с краешков, ни в коем случае, иначе это будет очень сильно заметно. Начинать мы будем, конечно же, с нижней губы. Мы прорисуем обязательно здесь, ниже своего контура, но как раз не 2 мм, потому что зачастую, если вы будете потом кушать, у вас вы уже будете рот открывать и будет отпечатываться помада здесь. Я вам сейчас нарисую половинку, чтобы вы увидели результат. Таким способом вы можете, если у вас асимметричные губки, просто выровнять контур и подкорректировать, если какая-то иностранная больше, какая-то меньше. Закрашиваем всю поверхность губ, тем самым карандаш будет дольше держаться. И в то же время у многих матовых карандашов бывает база под помаду. Помада может намного дольше продержаться, если прорисовать. А еще я часто использую карандаш вместо вообще помады, потому что она намного дольше держится. И цвета иногда получше, чем вот если бы где-то искать помаду. И что мы делаем с верхней губой? Начинаем по своему контуру. И уже здесь мы приподнимаемся. Я думаю, заметно, да, разница между этой стороной и этой стороной. Этот, конечно, метод подойдет те, кто боятся сделать уколы. Я ничего против уколов не имею, не только если это в меру. Я не говорю за вот эти вот ужасные губы, потому что есть много очень хороших работ, когда ты не особо даже заметно, что кому-то что-то вкололе. Сейчас я прорисую следующую сторону. Еще можно верхнюю губу сделать более прямую, чтобы тоже визуально увеличить. Музыка 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 Если вы захотите сделать такие губки в плане коррекции карандашом, то обязательно карандашик должен быть на тон темнее, либо на два тона темнее ваших натуральных губ, если вы хотите добиться натуральных оттенков. И еще чем темнее карандашик, тем менее заметен ваш хитрый такой способ увеличения губ. Я надеюсь вам понравилось мое видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!